Вакцина «Спутник М» для подростков поступит в оборот уже на следующей неделе. Об этом заявил директор исследовательского центра «Гамалея» Александр Гинсбург. Известно, что «Спутник М» будут ставить детям от 12 до 17 лет. Процедура должна быть добровольной и выполняться при согласии родителей. Однако с 15 лет ребенок будет уже вправе сам принимать решение, прививаться или нет. Добавим, что вакцину начали тестировать летом 2021 года. И на данный момент учеными выявлен лишь один побочный эффект препарата – повышенная температура. Когда стартует прививочная кампания в Алтайском крае, пока неизвестно. На этой неделе об Алтайском крае говорила вся страна. Связано это с кровавой расправой над лошадьми. В Петропавловском районе неизвестно расстреляли целый табун лошадей. Заведено уголовное дело. Владельцы животных, отец и сын Дроуковы уверены – отстрел был намеренный. Чтобы расправиться с таким количеством лошадей, их нужно загнать в одно место. А на это требуется и время, и люди. Разведением коней фермеры занимаются 10 лет. Сейчас от 67 особей в живых осталось 15. Они же все жеребы и кобылы были. Понимаете, это не 35, это уже… Ну, пускай там 2-3 пропало, но 60 жеребят бы я все равно получил. Понимаете? А он, жеребенок, сосун, он уже стоит в пределах 40 тысяч. Весной коней должны были отправить в Казахстан, а теперь ущерб заводчиков – почти 5 миллионов рублей. Несмотря на трагедию и внушительные потери, Дроуковы намерены продолжить семейный бизнес. Еще одна большая новость с начала года – беспорядки в Казахстане. И если сначала все начиналось как народные митинги, то довольно скоро все перешло в беспорядки, мародерство, убийство. К чему это уже привело и скажется ли это на наших отношениях с соседями, расскажет Анна Рашагирова. Почти две недели назад пограничное с нами государство оказалось в огне из-за массовых беспорядков. Разгромленные города, гибель сотен людей, тела которых до сих пор находят в сгоревших машинах. Сильнее всего пострадала старая столица – Алматы, город-миллионник. Здесь, кроме прочего, разнесли, разбомбили, вынесли все – торговые центры, банки и рынки. Режим ЧУП ввели на территории всей республики. Одна из фотографий – это резиденция президента. Тоже забор, где сломан. Все это снято у нас, что называется, вживую, из окна. Что я могу сказать? Что все протесты начались, в общем-то, здравые требования. Понижение различных тарифов на ЖКХ, понижение стоимости на ГСМ, повышение зарплаты и так далее. Если сначала протестующие выступали за снижение стоимости газа, то вскоре к экономическим требованиям добавились политические. За считанные дни правительство Казахстана отправили в отставку и до сих пор встает вопрос о молчании отца нации. Нарсултана Назарбаева. Непонятно, и кто виноват в беспорядках. В различных СМИ говорят о внешнем вмешательстве, но и жители самой республики не исключают, что это сторонние лица. Об этом говорят даже случаи, когда люди, ребята казахской национальности, бывшие на площади, вдруг обнаружили, что кто-то говорит не по-русски, не по-казахски. И эти здравые ребята, которые понимали, они быстро с площади ушли. Во время всех этих беспорядков узнать о жизни и здоровье близких и друзей в Казахстане было практически невозможно. Интернет отключили на всей территории государства, мобильная связь работала с перебоями. Узнать о том, что же происходило в республике, можно было лишь в новостях. Она в Усть-Каменогорске живет, там тихо было, так что я не знаю, что там как-то. И давно вы без связи с... Ну вот, у нее пятого был день рождения, я не могла поздравить ее. Это дочка, да, вы говорите? Нет, подруга там была. Раз, все это резко оборвалось. Тяжело описать, потому что это очень страшно, когда ты не знаешь, что происходит вообще. Сейчас обстановка в стране стабилизировалась. И теперь уже известно, что в пограничных с нами Павлодарской и Семипалатинской областях были небольшие волнения, но их быстро подавили. Люди только приходят в себя. Но как минимум уже можно говорить, что студенты, которые учатся в барнаульских вузах, целы. Пока места о том, что не приехали, у нас такой информации нет, но мы на связи все, все вузы, ректоры, проректоры вузов по международным делам. То, что касаемо именно студентов, пока вопросов не возникало. Какие-то студенты здесь остались, на каникулы не поехали. Поэтому уже два-три дня как связь дали, все готовы приехать на занятия. И кажется, опасность миновала, но последствия пока никуда не делись. Алтайские экспортеры продукции в Казахстан сообщают, что несут убытки из-за режима ЧП. Президент Казахстана досрочно снял ограничения в трех областях – Павлодарской, Западноказахстанской и Североказахстанской. В то же время напуганные жители республики не исключают, что на какое-то время приедут жить в соседний алтайский край. Мы все-таки прогнозируем, что очередная волна миграции русскоговорящего населения из Казахстана будет увеличиваться. В данном случае Алтай станет некой транзитной территорией для миграции. То есть люди будут переезжать в алтайский край, какое-то время жить здесь, и потом, к сожалению, будут разъезжаться. По мнению эксперта, эту ситуацию нужно расценивать как внутренний конфликт, и на взаимоотношения с Россией это никак не повлияет. Правда, согласны с этим не все. А тем временем убытки республики из-за беспорядков составляют около 2-3 миллиардов долларов. На восстановление городов может уйти более трех месяцев. Каких последствий ждать в том числе нам, россиянам, мы спросили и у еще одного политолога Сергея Струченко. У жителей Алтайского края, безусловно, есть родственники в Казахстане. У меня тоже в Алмате есть родственники. И все, естественно, переживают за своих близких. Тут была проблема с интернетом, и, в общем-то, невозможно было связаться. Вообще этот период, ну сейчас, да, такое немножечко затишье там случилось. Долго ли этот период продлится, и закончится ли он, допустим, вот так же резко, как начался? Ну, будем сказать, что он уже закончился. Уже закончился, на этом все закончилось. Да, буквально накануне президент Казахстана Такаев сообщил о том, что в течение недели миротворческие силы ОДКБ будут выведены из территории Республики Казахстан. Это говорит о том, что ситуация стабилизировалась, как и в политическом плане, ну и ряд экономических мер, которые тоже были озвучены президентом Такаевым, они, в принципе, тоже должны как раз ситуацию сгладить, снивелировать те вопросы, которые были. Я считаю, что конфликт исчерпан. Будут ли последствия, и какого рода эти последствия, экономического, общественного, политического? Ну, опять же, ссылаясь на пресс-конференцию, которую дал президент Такаев, он сообщил, что предстоит ряд мер экономического характера, то есть по организационным моментам уже решение было произведено, назначил новый премьер-министр, произошла смена ряд ключевых тоже министерских должностей, и сегодня речь идет о том, что будут проводиться уже экономические, в том числе, реформы, о том, что сейчас те корпорации, которые сейчас определенные долю национального, так сказать, продукта имеют в Республике Казахстан, они сейчас будут какую-то часть перечислять в фонд благосостояния республики. Соответственно, я думаю, что эти, в том числе, денежные средства, которые перейдут от корпорации, они поступят через другие какие-то государственные механизмы, населению, ну, тем самым, чтобы, возможно, повысить уровень заработной платы. Чтобы общество тоже немножко успокоило. Да, ну, естественно, естественно, потому что потребность, мы услышали и увидели, есть. Как думаете, стоит ли ждать волны мигрантов вот сейчас из Казахстана? С учетом стабилизации ситуации в настоящее время ничего подобного произойти и происходить не будет. То есть те, кто уехал, хотели уехать, те уже уехали, получается, да? Ну, разные причины. Кто-то по рабочим вопросам уезжает, кто-то по личным вопросам, кто-то, наоборот, возвращается. Поэтому здесь мы не можем, как бы, у меня сейчас, к сожалению, нет конкретных цифр, сколько уехал, сколько вернулось. Но в рамках программы мы знаем, что у нас есть на федеральном уровне программа поддержки соотечественников. То есть предоставляется определенное финансирование на переезд, помощь. Эта работа, конечно, продолжается. Поэтому здесь нет ничего такого особенного. Это во многих странах мира есть. Но волны не будет? Волны? Нет, ни в коем случае. Опять же, некоторые пророчат, что вот такие недовольства, они могут прийти скоро и в Россию. Потому что у нас почва тоже, якобы, такая же раскаленная, как и в соседней республике. И вот, якобы, в Казахстан мы глядимся, как в зеркало, да? Что вы об этом думаете? Я бы все-таки не стал усугублять эту ситуацию. Мы же прекрасно понимаем, что те силы, которые изне заинтересованы в подрыве на постсоветском пространстве, в том числе и политической, внутриполитической ситуации, они полномерно работали, работают и будут работать. Поэтому в этих вопросах у нас тоже есть определенные навыки, опыт работы и по линии МИДов, и по линии военно-политического блока. Поэтому я здесь, как бы, никаких не вижу аналогий с Россией. А работа, которая, конечно, сейчас извне проводится, она будет продолжаться. Это бесспорно. И финансирование есть определенных. Мы прекрасно понимаем, кто эти люди, кто эти организации представляет на территории, в том числе и России. Поэтому здесь, я думаю, каких-то новостей мы не откроем. Спасибо, Сергей. Клиенты алтайского авторынка стали часто приравнивать покупки в нем к коту в мешке. Попасть на продавца-обманщика не так уж и сложно. В этом убедились и герои нашего следующего материала. Будущие владельцы машин за своими железными конями отправляются даже во Владивосток, чтобы привезти качественную технику. Дмитрий Дроздов и его специальный репортаж. Авторынок – одна из самых нестабильных сфер рынка. Цены на машину меняются по несколько раз в год. А продавцы, или как многие их знают, перекупы захватывают автомир. И зачастую при продаже машины часто скрывают серьезные дефекты транспорта. Как понять, что вы попали на перекупа? И каковы первые признаки того, что машину недавно ремонтировали? Об этом и поговорим. Многие из нас хотя бы раз в жизни сталкивались с покупкой автомобиля. Это важный и серьезный шаг. Во-первых, это покупка транспорта. Во-вторых, немалые деньги. И в-третьих, есть люди, которые могут испортить приятные эмоции и обеспечить проблемами. Так называемые перекупы. Их принцип работы прост. Покупает старую машину и сделает из нее конфетку. А после выставляет в несколько раз дороже. Рамка эта сделана. Просто клей какой-то обычный. На сегодня в Барнауле больше 10 тысяч объявлений о продаже машин. К сожалению, большая часть из них как раз перекупы. Да, у нас есть так называемые салоны, куда люди отдают свои машины на продажу. Как настоящие собственники, так и выдающие себя за них. Но даже тут нет гарантии того, что машина без сюрприза. Скажутся, что машина не бита, не крашена. Но если присмотреться сюда, вот видим, да, какой здесь проем идет ровный. То есть такое расстояние. Если мы переведем сюда, здесь уже видно, что он максимально сужается ближе к паре. Значит, капот меняли. Значит, дала какая-то авария. Если присмотреться на бампер и вот это крыло, и, в принципе, приходящее дальше на капот, видно, что если вот под этим углом, что надо посмотреть, краска отличается. То есть покрасили максимально некорректно. Поэтому люди часто предпочитают покупать у людей. Но под предлогом не бита, не крашена, в идеальном состоянии. Покупателям предлагают авто, кота в мешке. Данил Москвин покупал машину 1994 года. Продавец убеждал, что машина в идеальном состоянии. И Барнаулец поверил на слово. После, правда, свою ошибку признал. Потом думаю, надо масло поменять. Загоняю к другу на подъемник. Поднимаем, а там лонжерон сгнил просто под двигателем. Да, то есть лонжерон, где-то подходит под драмник, под драмник, лонжерон и просто выгнил. То есть заснули лом под лонжерон и под драмник гулял. То есть на хорошей кочке, да, морда бы просто. Подобный ремонт обошелся бы в 140 тысяч. С учетом, что сама машина стоит 130. Весьма невыгодно. Данил хотел мирно решить эту проблему и начал звонить бывшему владельцу. Я позвонил, написал ему, говорю, так и так. Говорю, ну, так дела не делаются, надо как-то по миру решить, что... Вот, он сказал, что меня в городе нету. Начал пропадать там на две недели, на три недели. Там я в горном. Вот, и звоню через недели две-три. Короче, по итогу он там трубки не стал брать. Данил решил продать машину и с новым покупателем не стал юлить. Рассказал обо всем, ничего не скрывая. Как итог, машина ушла в добрые руки. Так как же понять, что ваш продавец нечестен? Как понять, что это именно перекупщик? Первым делом спросите, как давно вообще человек владеет автомобилем? Вписан, не вписан в ПТС? Стоит автомобиль на нем на учете, либо не стоит на учете? И в качестве эксперимента мы нашли одно объявление на дроме. Нам показалось, что это перекуп, поэтому сейчас мы ему позвоним и в этом убедимся. День добрый, подскажите, машину не продали? Нет, приезжайте, смотрите. А как у него вообще состояние по кузову? Все в порядке. То есть без вложений, да, грубо говоря? Ну, да, без вложений. Нормальная машина. Вы собственник, сколько ее уже владеете? Машина, тесте. Тесте. Да, да. Так, а если машина мне, допустим, понравится, и при составлении договора купли-продажи он сможет присутствовать? Да, я думаю, мы это просто без него можем решить. Ну, чаще всего это бывает очень странно. Ну, а что здесь странно? Вообще так работаем сейчас. Ну, то есть вы занимаетесь автоподбором, да, машин? Или перепродаете? Да, машина, тесте, тесте, на Василии. Ну, понял. Ладно, хорошо, спасибо большое. До свидания. Всего доброго. Если вы задаете ему какие-то вопросы, и он начинает юлить, значит, он, ну, что-то, скорее всего, скрывает. Если перекупщик при осмотре автомобиля начинает вас торопить, что да мне некогда, да что там смотреть, значит, точно, 100% он хочет что-то скрыть. Что вас должно насторожить в общении с продавцом в первую очередь? Фраза типа «Я не собственник, машина я владею недели две» и подобные им. Автоэксперты советуют перед покупкой автомобиля проверить его по базе данных по ВИН-номеру. Но и тут нужно быть внимательней. В Омске мы проверяли машину, человек выставил объявление, в объявлении одна машина, приехали смотреть, там по факту другая машина. Та же Toyota Highlander того же года, но фотографии отличаются от оригинала, и, естественно, ВИН-код отличается, и по базам это другая машина. А еще лучше подстраховаться и проверить номер, указанный на кузове. И тут у вас наверняка уже возникает вопрос, а защищает ли вас в такой ситуации закон? В данном случае это очень сложный вопрос. При покупке автомобиля, если вы все-таки решили взять его автомобиль у перекупа, потому что есть и честные перекупы, обязательно он должен быть вписан в ПТС. Потому что если вы отдаете деньги человеку, покупая у него автомобиль, он не вписан в ПТС и никаким образом там не фигурирует, ну, вы отдали кому-то деньги. Потом, с кого вы будете их спрашивать, непонятно и неизвестно. Наш эксперт и юристы Юрий Копло сейчас сам покупает машину. Для этого он отправился аж во Владивосток. Говорит, алтайский авторынок кишит перекупами. Всем известно, что сделка происходит по договору купли-продажи. И здесь аспекта мошенничества, к сожалению, со стороны перекупа нет. Много было различных судебных процессов по этому поводу. Но, как правило, здесь взаимоотношения с перекупщиком, они остаются в тени. Потому что ни паспорта перекупщика, ни каких-либо доказательств видеозаписи, что транспорт непосредственно у него приобретался, как правило, не существует. А значит, при покупке надо обращать внимание на наличие паспорта перекупщика и ответственно подойти к договору купли-продажи. Есть бланки, там указывают дополнительные условия продажи и состояние автомобиля. И не ленитесь также все фиксировать на видео. Это может пойти вам на пользу в суде. И, конечно же, попросить у перекупщика присутствие собственника при заключении договора купли-продажи. Если автомобиль в ГИБДД поставится на учет, следовательно, на нем, как минимум, не имеется запретов на регистрационные действия. А достоверность самой подписи в договоре будет уже явствовать из обстановки. Ну, собственно, непосредственно перед вами подпишет данный договор. Едва ли это возможно, с учетом того, каким способом работают перекупщики, но зачастую такое бывает, когда действительно автомобиль реализует знакомый перекупщик, и он, в принципе, ему не составляет труда привлечь собственника к процедуре оформления договора купли-продажи. Вот как бы это является идеальным вариантом. Но, несмотря на риски, желающих купить автомобиль меньше не становится. Чтобы не попасть на перекупов, люди обращаются к автоподборщикам. Порядка ста человек в месяц просят их помочь приобрести качественное авто. Перекупы и здесь пытаются диктовать свои правила. Мол, мы заплатим автоподборщикам, чтобы те сказали, что машина в идеальном состоянии. Честно, такое достаточно часто встречается. Знаете, мы считаем, что, во-первых, это будет отразиться очень сильно на нашей репутации. Мы человеку не скажем, мы говорим каждому человеку, что вы можете позвать любого автоэксперта, загнать в любой автосервис после нас и перепроверить автомобиль. Потому что мы все вам говорим, если реально фигово с автомобилем, мы говорим фигово. Если хорошо, вот так вот. То есть все всегда как есть. Подходить к выбору автомобиля нужно максимально серьезно и ответственно. Не уверены в своих знаниях авто, на рынке есть кому обратиться. И лучше изучить не только техническую сторону вопроса, но и юридическую. Зная их, вы убережете себя от автохлама. Дмитрий Дроздов, Александр Андропов. День с толком. Край начал готовиться к крещению. Каждый муниципалитет будет сам решать, в каком формате и с какими ограничениями пройдет один из главных праздников православных. Барнауль уже строит крещенский городок. Правда, купели не будет из-за ковидных ограничений. Хотя осветить воду смогут все желающие. Окунуться в воду можно будет на озере Пионерском. Погода в этот день будет теплая, минус 15. А вот собираются ли барнаульцы окунаться? Будете окунаться в прорубь на дне? Нет. А почему? Здоровье? Да. Мне баскетбола хватает. Баскетбола хватает? А семьей праздник как-нибудь отметишь? Какой праздник? Крещение Господня? Нет. Мне холодно зимой окунаться в прорубь. А вот вы окунулись раз в жизни. Что испытали в проруби? Ну, знаете, какую-то потом бодрость такую почувствовала. Прям так хорошо мне было. А может быть стоит рискнуть? Начать? Нет. Почему? Ну, блин, неинтересно. Ну, я не на родство, а на крещение купаюсь. На вымке неплохо. Каково это окунуться в холодную воду? На самом деле это не так долго. Если там на несколько секунд нырнуть, то достаточно холода вообще не чувствуешь. Если сразу обернуться и вытереться. А вы окунались? Нет, конечно. Вы испытывали? Нет. Так попробуйте, я вам советую. Нет, не буду. А почему? Я люблю тепло. А с семьей как-то отпраздновать? В церковь сходить? Ну, в церковь возможно, да. В проруби нет, не мое. Кстати, врачи советуют не купать детей до 7 лет. А всем, кто старше, тщательно изучить, можно ли вам окунаться в холодную воду. А далее еще несколько рекомендаций от главного внештатного кардиолога Минздрава края Анны Ефремушкиной. Когда наступает вот этот холод, внезапно возникший, да, если человек к этому не готовился, там, не разогрелся перед этим, там, плотно не поел, там, не поприседал, но не до пота, то вот такая ситуация, она довольно частая. И что происходит в результате вот этого вазоконстриции, то есть сужения сосудов кожи, повышается артериальное давление, увеличивается приток крови к сердцу. И если оно имеет какие-то проблемы, то это может привести к каким-то, ну, не очень хорошим последствиям. Если у вас коронавирус цветет и пахнет, то, конечно, купаться в крещении, думать о том, что вы излечитесь, у вас не будет последствий, это, конечно, миф. И я бы сказала, он очень вреден, потому что чаще всего все-таки мы имеем пациентов, которые переносят в основе, да, это именно пневмонии, то есть это воспаление легких по-русски, да, это вирусная пневмония, довольно тяжелая. И здесь еще, если будет вот такая стрессовая ситуация, сам коронавирус – это очень стрессовая ситуация для организма. А если будет еще и купание в проруби, то к чему это может привести, ну, страшно подумать. И так мы имеем достаточно высокую степень и летальности, и смертности от этого заболевания. В последние годы, после закрытия федеральных границ, Алтай стал одним из самых популярных туристических направлений в стране. Но основной поток отдыхающих стремится в Горный или Белокуриху, а Барнаул так и не смог стать краевой туристической столицей. Об экспертной оценке потенциала города, проблемах и возможном развитии в специальном репортаже Артема Гусельникова. Старт проекта Барнаул – горнозаводской город пришелся на 2015 год. Тогда краевая столица попала в федеральную программу развития туризма. В ее рамках планировалось отреставрировать 15 исторических зданий, построить 6 гостиниц и 20 общественных объектов. Тур-кластер площадью 170 тысяч гектаров – это 9 объектов. Нагорный парк, Сереброплавильный завод, парк Центрального района, Демидовская площадь и улица Ползунова, Соборная площадь, Московский проспект, Старый рынок с пешеходной улицей, улица Льва Толстого, а также туркомплекс Алтай на острове Помаскин, который так и не был построен. Основное финансирование объектов тур-кластера проходило в 2015-2019 годы. Это около 4 миллиардов рублей, из которых около 3 – это частные инвестиции. Причем финансирование проходило не только в рамках федеральной целевой программы развития внутреннего и визного туризма, но и за счет участия в федеральном проекте формирования комфортной городской среды. Попадание в федеральную программу развития туризма, пусть и краткосрочное, подарило городу его новые символы – набережную и Нагорный парк. При этом объекты туристического кластера нередко критиковали за растрату бюджетных средств и непродуманность. Несмотря на это, барнаульские экскурсоводы высоко оценивают туристическую привлекательность города и продолжают работать над ее развитием самостоятельно. У нас есть на что посмотреть, есть что показать. Я с удивлением слушаю отзывы гостей, которые приезжают в наш город. Это жители, например, Москвы, Санкт-Петербурга, других крупных городов Европейской России. И они говорят, что какой у вас красивый город, какой у вас необычный город. А мы, барнаульцы, жители края, ходим вот по этим улицам и не очень-то замечаем прелести своего города Барнаула. Но в последнее время тенденция меняется, а истории города интересуются. Гостей Барнаула привлекают достопримечательности, например, Нагорный парк. А вот горожане отдают предпочтение более локальному туризму. Одна из неизбитых тем – советские барельефы и мозаики. Мозаику до недавнего времени можно было увидеть в здании речного вокзала. Но теперь она демонтирована и будем надеяться, что она будет возрождена уже где-то в другом месте. Это была самая большая флорентийская мозаика в нашей стране. Площадью почти 50 квадратных метров. Она сделана из поделочных камней, добытых здесь на Алтае, соответственно, колыванскими камнерезами. То есть это тоже такой культурный символ нашего региона. Другим мозаикам повезло больше. Их можно увидеть и сегодня. Панно – знамя революции на здании ФСБ. В 83-м году его создали художники-вышивалов и янтарев. В 76-м появилось «Небо Родины» автор Лев Шмидт. Дары Алтая – родине. В 79-м году панно создал Яков Скрипков. Но мозаики – это еще не все, вокруг чего можно выстроить экскурсионные маршруты, считают эксперты. Несколько лет назад не менее популярны у барнаульцев были и экскурсии по городским окраинам. Микрорайон УВРСЗ на горной части города или улица Анатолия, так называемой Зайчей Слободе. Именно ее некоторые экскурсоводы называют своим любимым маршрутом. Получается, еще в царское время там стелились люди, которые получали землю бесплатно, ну или полубесплатно. И жили там очень бедно. Это была самая бедная часть города Барнаула. То есть и людей, которые переселялись за Урал, называли зайцами. И в принципе этот район, он очень богат. Своя история, там первая метеостанция городская, там находится школа, самая старая, наверное, 13-я, именно уцелевшая, одна из самых старых, правильно сказать. Там Покровский собор, там дом Топорова, еще много всяких разных мест, о чем интересно рассказывать людям. Особенно, по словам Антона, выделяется Покровский собор. Здание из красного кирпича в русско-византийском стиле построили на частные пожертвования в начале прошлого века на месте старой деревянной церкви. Люди, которые там рисовали иконы, они не умели их рисовать. И они брали и срисовывали настоящие картины. То есть, когда вы придете в Покровскую церковь, вы увидите там картины известных художников. И такое уникальное, то есть фактически вы приходите только как в Третьяковку. И для храма это очень типично, потому что в храмах чаще всего достаточно стандартные иконы идут и прочее, да. А там именно картины, и это очень необычно. Но скоро, говорит Кокорин, от исторической части улицы Анатолия может ничего не остаться. Ее застраивают многоэтажками, а частный сектор сносят. Через несколько лет город может потерять свою самую деревянную улицу и интереснейший туристический маршрут. Однако при должном подходе к строительству ценными для истории города могут стать и новые районы. Барново – это не только исторический центр. Это еще и новые районы. Новые районы, которые сейчас уж точно строятся не абы как, лишь бы квадратные метры сделать и по-быстрому населить людей. Сейчас стараются делать кварталы особенными, называть их по-особенному и строить по-особенному. Приглашать каких-то уникальных архитекторов. И город появляется на наших глазах новый Барнаул. И стать частью экскурсии эти районы смогут через 50-70 лет, считает Илья. Так сейчас исторический потенциал приобрели позднесоветские типовые микрорайоны. Их строили, чтобы быстро обеспечить людей жильем. Поток, клён, черемушки. Первый такой тестовый район был построен в местечке Черемушки под Москвой. И потом, где бы эти дома не возникали, их везде стали называть черемушками. Старыми, новыми и так далее. К примеру. И там же, оказавшись на черемушках, можно посмотреть на этот дом, на тот другой, на пятый. Если тебе, конечно, пальцем покажет знающий человек, и увидеть, как вот на твоих глазах, тут вот, как учебник истории архитектуры такой маленький. Несмотря на все достопримечательности, и на те, что были названы выше, и на те, что остались за кадром, далеко не все эксперты считают Барнаул туристически привлекательным в масштабах страны-городом. По словам арт-критика Вадима Климова, краевая столица может быть интересна лишь самим жителям края. С годами Барнаул все менее становится привлекателем, потому что акценты сдвигаются в сторону экологического отдыха в горах или в каких-то курортных зонах. Для этого государство, правительство, администрация Алтайского края сделали очень много, перенеся этот самый акцент на Белокуриху и Горный Алтай. Поэтому Барнаул перестал быть даже транзитным городом, ну и, соответственно, ехать туда туристам незачем. Вина за это, говорит Вадим на городском комитете по туризму и краевом министерстве. Чтобы исправить ситуацию, нужно создать якорный объект. Им могла бы стать территория бывшей спички и сереброплавильного завода. Территория бывшего сереброплавильного завода – это частная собственность. На ее территории расположены объекты, которые отнесены к культурному наследию. Это накладывает ограничения на их использование. Собственник должен, согласно охранному обязательству, их восстановить. В 2020 году были утверждены охранные зоны около зданий сереброплавильного завода. В настоящее время собственник разрабатывает концепцию их современного использования. Еще один вариант экспертов – интегрировать нашу историю в мировой контекст. А значит, строить маршрут вокруг известного персонажа. И здесь наиболее подходящая личность – Достоевский. Но в мэрии сделали акцент на другом. Звание Барнаула – город трудовой доблести. В рамках этого на эвакуированные в войну заводы организуют школьные экскурсии и сделают аудиогид по местам, связанным с Великой Отечественной. Если говорить про сегодняшнее положение Барнаула, то, на мой взгляд, он отстает в продвижении себя как туристического центра, как минимум на федеральной повестке, ну и я бы сказал, наверное, на макрорегиональном уровне. Потому что мы сегодня очень мало слышим медийных сигналов о Барнауле, о его туристическом потенциале. Однако скоро ситуация может поменяться. В мэрии планируют разработать мастер-план и дизайн-код для участия Барнаула в федеральных конкурсах. На это выделено почти 15 миллионов рублей. При формировании заявки заверяют в ведомстве и обещают учесть мнение жителей о границах и функционале турцентра. Если Барнаул отметят в федерации, будет решаться, какое направление туризма и какой класс туристов хотят видеть в городе. Артем Гусельников, Вадим Быстревский. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok